Приветствую всю ненаглядную нечисть, подписанную на мой канал. В этом видео я покажу вам ароматы ведьм. Вдохновило меня на все это действо, мое пребывание в этой прекрасной, холодной, ноябрьской, сонной лощине. Поэтому начну я с аромата Evoque от G-Art Collection. Вот эта неимоверная красота. Это чернила, которые чернее самой беззвездной ночи. Это безумно мрачный аромат, аромат увядания, тления. Но в этом тлении вы чувствуете перерождение. Уходит все старое, вся опавшая листва уходит в землю, напитывая ее. И подготавливая к тому, что весной будет новая жизнь, что из этой самой земли, удобренной всем этим опадом, взойдет что-то новое. Новое поколение, новая жизнь. Вот эта безумная красота. Это чернила, которые собраны с добавлением эссенций вот этой черной, стекающей жидкости из стволов увядающих деревьев. Это роза, увядающая дикая роза, которая произрастает из чернозема, подернутой плесенью и грибами, где-то в чаще сурового леса. Вы пишете этими чернилами, используя шип этой розы. Это безумная красота. Далее. Мой, на мой взгляд, на мой нюх, братец этого Эвок – это Роуз Ут от Иф Роше, который не хочет фокусироваться, а вот и хочет. Посмотрите, как играет свет, какой оттенок крышечки этого флакона. Это безумная красота. Это тоже мрак. Это тоже некое… Это скорее не увядание, это отход ко сну. К долгому сну, к спячке. Но спячке в хрустальном гробу, который на звонких цепях на ветру качается где-то так же в чаще леса. Это безумная красота. Это белая ледяная кожа, которая устлана лепестками роз. Это лабданум, это кумин, это ут, ну и, разумеется, дамасская роза. Ут безумно красивый. Роза действительно – это не какая-то болгарская, не турецкая, не ещё там ничего-то подозрительного, не хочется это говорить, но туалетного, ничего в этом нет. Волигарного – это красивая дамасская роза. Это потрясающий лабданум. Ещё раз повторюсь, это тут просто великолепнейший кумин, который ещё нужно поискать. Это амбровый пряный аромат, цветочный. Но цветы – это мрачные цветы, это грустные, меланхоличные. Два этих аромата – это отличный тест на совместимость. Если человек не будет убегать от вас, сверкая своими пятками, значит, это ваш человек по мировосприятию. Потому что два этих аромата – это определённые коконы, которые укрывают вас, знаете, от этой фальшивой, фаянсовой жизни с издевательски-предательскими улыбками, которые кроют в себе всё самое дешёвое, мерзкое. И наносящее вред. Это те самые мрачные коконы, которые накрывают вас неким пледом, который является тентом защитным, знаете, как при пожаре, который от вас просто отскакивает, всякая чернь, всё пустое, и притягивает только что-то глубокое и интересное. В этих ароматах хочется принюхиваться к вам не только в прямом, но и в переносном смысле. Я обожаю их. Я обожаю подобного рода ароматы. Я обожаю, когда от людей пахнет вот чем-то таким интересным, чем-то глубоким, необычным. Когда к человеку хочется тянуться, опять же, в прямом и переносном смысле. Я ценю подобное. Далее идёт ещё одна красота. Ещё один немного для меня инфернальный аромат. Это Эден от Кошарель. Это белые цветы. Это акватика. Это древесность и сладость, пудровость, жёлтоцветочность, почулевость. Что хочу сказать. Для меня это аромат Афелии. Афелия и Миле. Для меня это аромат прерафаэлизма. Я безумная фанатка прерафаэлитов. Для меня это дева с ледяной кожей, до боли ледяной, обжигающей ледяной. Это утопленница, которая течением несёт по реке у истока. Это волны спадающего ледяного ручья, которые добавляют холодности уже и так мёртвой коже. Это кувшинки. Это опавшая, относительно свежая листва. Свежеопавшая, то есть в ледяную воду. Это волосы, которые блестят на солнце. Пока ещё блестят. И в то же время вы ощущаете ряску. Вы ощущаете ил, который подолом платья вздымается со дна. Это безумная красота. Это сладость на границе с индолом. Но это именно цветочный индол. Цветочный мертвецкий, если можно так выразиться. Но это даёт какое-то очаровательное спокойствие и умиротворение. Вы чувствуете не потерю какого-то близкого человека, а вы чувствуете некую поэзию с картины. Именно что-то шекспировское. Именно что-то от прерафаэлитов. Вы будто каким-то бестелесным духом созерцаете откуда-то со стороны, сквозь ветви деревьев или головки цветов, происходящую подобную картину. Она грустная, но эту грусть перебивает неимоверная красота и редкость подобного явления, которое вы редко встретите, даже если вы будете жить не одну сотню лет. В общем, для меня именно осенью подобное восприятие этого аромата. Далее у нас идёт одна неимоверная красота. Сначала я нанесу её на руку. Подождите секунду. Нанесу я на руку, потому что это та самая чудесная формула действий, дарованная нам новой зарёй. Это русский лес. Это одеколон, который не хочет стоять ровно. Так вот, давай-ка. Это нечто. Это зелье. Это товарищи зелье. Во-первых, вы посмотрите на его оттенок. Но это земли, это мох. Посмотрите на мох. Тут более зелёный мох, но я сейчас сижу на более пожелтевшем, потому что он более высохший. Это чернозём. Это почули. Это некая цитрусовость и кислинка лесных ягод. Но в ней нет именно в этой воде какой-то жизнерадостности лесных ягодок, конфетности. Нет. Это именно несъедобные. Это волчья ягода. Это, опять же, мхи. Это земля. Это чернозём. Это подсушенные веточки, хрустящие под ногами. Это подсушенные листва прошлогодние, перемешанные с новой. Это старые травы. Это новые душистые травы, чей запах доносит куда-то откуда-то из-за спалей, которые находятся рядом с лесом. Это безумная красота и в то же время с некой мрачностью. Эта мрачность скрывается в базе. Этот аромат надо пробовать с кожи. Ни в коем случае не судите о нём с флакона. На коже в базе раскрывается некий холод. В начале вас заманивает в этот лес какая-то безумная жизнерадостность, цветастость, какой-то медонос, где-то жужжат пчёлы. Но вы чем глубже заходите в этот лес, тем более вы ощущаете, что не факт, что вы вернётесь из этого самого леса. Но вы допускаете тот факт, что этот лес станет вашим новым уютным домом. Как-то так, мои дорогие. Далее. Что у нас ещё из подобной красоты? Feel No Limits. Just the sense. Это древесный, амбровый, пудровый, дымный и при этом фужерный. И при этом бальзамический, кожаный и тёпло-пряный аромат. Товарищи, элеми, семена моркови, ладан, махагони, кожа, амбра, мускус. Вы представляете, что это? Вы представляете, как это пронзительно, как это сильно шипами, будто шипы шиповника впивается в каждую пору. Это оставляет просто след на вашем мозге. Это то, что иглами с крючками впивается и не уходит из сознания. Это больше, чем аромат. Это такая сила. Это такая пронзительность. Это мрачность и в то же время мощь, которая превозносит вас. Это безумная красота, от которой никуда не скрыться. Он жёсткий и в то же время пряность его вас пытается ласкать. Ваши ноздри, ваше восприятие всего вокруг. Это тот самый ладан с теми самыми смолами и древесностью, которые пугают вас одновременно. И заманивает будто в капкан. Но в капкане это не зубцы, а такие, знаете, веточки, которые над вами образовывают такой уютный, милый шалаш, где сухо и тепло. И даже разведён небольшой костерок, и его дым ласкает ваши ноздрищи. В общем, прелести великолепия. Аромат необычный, не для всех, но стоит внимания и должен быть в коллекции тех, кто любит ладан и смолы. Далее. Ещё одна прелесть от Ифраше. Вот она. Безумно прекрасен для осени, для холодной осени. Это соуэликсир буасенсуэль Ифраше. Это почулиевый, ванильный, ирисовый, пудровый, древесный, землистый, тёпло-пряный, бальзамический, фиалковый аромат. Фиалка тут мрачная. Фиалка тут с корнем выдранная из земли. Это почули, ваниль, ирис, которые вместе переплетаются и дают такую звонкость. Я в нём слышу некую гурманику, что-то такое, что хочется взять в рот, но лучше этого не делать. Это то самое зелье, которое вам предлагают выпить. Кто-то подносит к вам, к вашим губам, дымящуюся чашку. Чашку обхватывает пятерня из белых длинных платьев с длинными чёрными ногтями. Такими блестящими, и при этом они и красивые, и ужасающие. И вы пока всё это разглядываете внимательно, вы чувствуете, как в ваши губы уже втекает эта непонятная жидкость. Эта безумная красота, она и согревает, и освежает, но эта свежесть в холоде звучит очень уместно. Как-то так. И я безумно рада, что этот товарищ попал ко мне в руки. Ровно как и... Сейчас покажу вам это. Жо-се. Жо-се. Это самый тот спорный аромат, о котором, я думаю, многие слышали, многие читали, что это, кто это. Это товарищ, который наполнен доверху альдегидами, кориандром, цитрусами, который разгребает персик, потом сандалы почули, корень ириса, каноничный, такой грековато-жестковато-землистый и природный. Это еле заметный жасмин, ветивер, кедр, роза, мох, амбра и бензоин. Он немного агрессивно-бензиновый, он немного с запахом какого-то будто мазута, но всю эту агрессивность перекрывает тот факт, что раскрываясь, вы понимаете, что это был обман, это был какой-то дурман на самом деле. Это сочетание всех смол, каких-то эссенций, что выходит из натурального происхождения компонентов, как тот же самый кориандр, как цветы, как все смолы и эфирные масла. Это зелье, которое не даёт вам заскучать, потому что он по ходу своего раскрытия каждый раз меняет своё лицо от жёсткости к мягкости, от милости к чему-то отталкивающему, но в базе остаётся что-то дурманющее, что просто проваливает вас в какую-то дрёму. Это безумно интересный товарищ, конечно, он опять же тоже на любителя, но оно и прекрасно, потому что это хорошо, когда подобное зелье дано носить только вам, только вы в него вкладываете какой-то свой смысл, какой-то свой неповторимый шарм, приправляя его ароматом своих волос, своей кожи и так далее. Далее. Интересный дружок. Это запах скорее не ведьмы, а феи. Это нежный ирис, товарищи. Это нежный ирис от покровки. Это ирисовый, пудровый, древесный, фиалковый, землистый, цветочный, белоцветочный аромат с ирисом, мимозой, розовым перцем, жасмином и кедром. Это приятная лёгкость, но с природностью и землистостью. И именно уместно и красиво он звучит при прогулках по влажной, холодной земле, между деревьями, среди мхов. В рамках дома, квартиры, высоких температур он абсолютно неуместен из-за своей не слишком приличной базы. Она не мерзкая, но она простая. Но простота эта играет абсолютно по-иному, когда со всем этим делом вы попадаете на холодный ноябрьский ветер или же в холодный октябрь. Это абсолютно иные миры. Это некая потусторонность даже, но какая-то, знаете, как нечто прекрасное, мёртвое, но что и не должно было жить долго. Это такая милая инфернальность, если можно так сказать. Я такое обожаю. Это что-то, это рано увядший цветок. Это его раздавленный корень, но его сок питает землю. Вот это вот, это маленькая фея, которую, знаете, в своё зелье бросила куда более опытная ведьма, но все остальные сёстры этой маленькой феи принимают это как данность и радуются, потому что из этого зелья будет напитано большее количество этих же самых фей, этих ведьм, которые породят ещё большее количество того, что защитит, допустим, какую-то часть ареала обитания, этих самых прекрасных созданий. Это что-то не от мира сего. Но, опять же, повторюсь, исключительно в лесах. Не пытайтесь разнюхать и распробовать, и как-то по достоинству оценить это в рамках квартиры. Но прелесть неимоверная. Далее. Далее у нас идёт клема от Новой Зари. Апельсин, бергамот, ландыш, ирис, кориандр и ланг, тревесный мох, амбра, животная нота и табак. Всё это в нём присутствует. Это безумно красиво. Это безумно... Знаете, это вас... Будто вас кидает в колбу того самого парфюмера Зюскинда. И вы чувствуете, как вы отдаёте все свои самые приятные соки, которые может выделять ваша кожа, ваше тело, ваши волосы. И вы понимаете, что из вас сейчас будет сделано что-то самое прекрасное, что-то самое ценное и дорогое в этом мире. Это вытягивает из вас все соки и делает вас своим. То есть вы полностью перетекаете в это какое-то неимоверно упоительное зелье. Вот примерно как оттенок этой воды. Да, это похоже на Кузнецкий мост, но это более мрачное, менее носибельное на мой нос. И я здесь чувствую больше какого-то дыма. Дыма, какого-то дыма именно из печи, камина, из трубы с красным кирпичом, вот что-то подобное. Тут очень красивый кориандр, и он более винтажный. Но это не винтажность Кузнецкого моста, как можно подумать, сравнивая их. Нет, Кузнецкий мост что-то более родное. А именно клема это что-то универсальное, но при этом будто не из нашего мира. И это очень интересно к разнюхиванию, к разнашиванию. Как-то так. Далее, что я хочу вам показать по-быстренькому. Это потрясающая красота. Да, это Аскания, Magic Night. Но этот аромат безумно хорош. Это болгарская роза, бергамот, гиацинт гальбанум, малина, бутоны листья смородины, нарцисс, кедр, ландыш и ланг, тубероза, мед, ветивер, почули, дубовый мох, мускус, сандалы, специи. Это цветочный, бальзамический, древесный, немного дымный аромат старого музея каких-то писателей Серебряного века. Это винтажная пудра в дыму, которая безумно красиво раскрывается, особенно под волосами. Я обожаю этот аромат. Это безумно красивая вариация, вроде как мажинуар, но для меня тут нет желтоцветочной индольности. Поэтому я обожаю этот аромат на своей коже, на своих волосах. Он прекрасно монтируется и просто переносит меня будто в другие века. Он настолько необычен. Я не знаю, мне кажется, мне повезло с партией, потому что этот аромат действительно... Это дорогого стоит. Мало винтажей, которые так прекрасно пахнут, настолько деликатные, при этом глубоко и телепортирующие, я бы сказала. Прозвучит, возможно, как-то спорно, но поверьте мне, это было нечто. Он отстаивался у меня года два, и это того стоило. И я ношу его с огромным удовольствием. Рассказы про ведьм, это, конечно, неправда. Я 930 лет живу, столько же над лесом каждую ночь улетаю, ни одно не видела. Поэтому воспринимайте все это, как хотите, но почуяв эти ароматы, вы поймете, что пора лететь дальше, товарищи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!